итак ребята урок 2 пример урока вот как я даю уроки в школе понимает и дети шести лет и так ребят смотрите мы можем открыть сайт пока для вас но я учу людей работы с документацией дальше мы коснемся ну хорошо давайте я вам на пальцах расскажу с чего надо начинать всегда есть три вещи на при начале функции которые должны происходить на автомате то есть давайте напишем простую функцию как она выглядит мы уже знаем с прошлого урока до деф main fan мы знаем что это параметры пока не заполняем дальше синтакси вступает на 4 пробела либо два таба но все программы в основном устраиваются на 4 пробелы и вы делаете выбирать систему но как правило программы все и дэр оставляет все это автомата сначала возьмем простой пример в объем три параметра а б и ц сумм присвоим значение а прибавим b и прибавим c мы можем либо вернуть ну мы усложним все задачу вернем сумм и так мы написали функцию то что внутри скобок называется параметрами в разных языках вот мы будем изучать в школе изучаем они реализованы по-разному в python есть два вида параметров позиционные именованные параметры которые не имеют знака присваивания то есть знака равно да они сразу относятся к позиционным чем удобно позиционные параметры позиционный параметр можно посчитать это 1 это 2 это 3 зачем они нужны позиционные параметры четко передаются по позиции 1 2 3 то есть нет никакой путаницы когда мы поставили первый позиционный параметр пока возможно даже это сложновато да ну допустим в классах идет первый аргумент цель то он точно передастся первым иными словами то что стоит первым никогда не будет ни вторым ни третьим пока мы не будем углубляться вызов функции майнфа на наши функции для того чтобы использоваться функции параметры называется говорится принимают параметры принимают то что мы вызываем функции майнфан называется аргументами аргументы передаются функцию что значит передаются в данном случае то что объятно прописано в скобках оно обязательно для выполнения первое что мы должны научиться хорошо считывать параметры по взгляду то есть мы посмотрели и знаем что это позиционные параметры сложно не сложно если c у нас было присвоено какое-то значение по умолчанию например то его не обязательно передавать сейчас вам об этом ничего не говорит сейчас я хочу чтобы вы заострились то на одном что параметры надо передавать обязательно сейчас мы должны сосредоточиться только на те на стороне считывания вызова и исключений эти вещи должны отлетать логика придет чуть позже в джанга везде мы будем мы будем мы будем писать там вывести страницу но при этом у нас будет четко считываться это позиционные именованные по умолчанию это должно быть сразу иными словами первая вещь которая должна происходить на автомате первое считывание параметров какие они на самом деле если брать kotlin gc и python в python самое сложное все с параметрами почему потому что их там много а с python 3 и 8 еще больше но разобраться в них не сложно мы в школе все это разбираемся их намного больше да то есть позиционные только позиционные только именованные это все потом сейчас мы берем самый простой пример какие они определили позиционные и так по урокам вы должны четко определять каким способом писать ручками код и так первое сложно когда есть задача и задача стоит следующее вам надо четко понимаете понимать параметры зачем вот спросите правильный вопрос ребят а чем будем рассуждать вот подождите мы хотим это сейчас а плюс б плюс с а это может быть и список и другие типы данных потом мы будем вводить да но чем мы будем рассуждать если допустим была функция на джанга да джанга мы тоже изучаем там у нас идет там мы пишем функцию def list и первый параметр идет запрос да он по умолчанию идет джанга то есть а мы смотрим и видим ага это позиционный параметр он точно передается первым ну джанга так заложено да то есть первый параметр идет request запрос ну потому что это веб да то есть так устроена джанга мы хотим работать по айди дальше мы пишем айди параметр они же уже функции присваиваем значение айди какое нам нужно и выводим комментарии но мы четко понимаем что мы тоже написали позиционный параметр но он передастся вторым сначала функция запросить потом то есть понимаете вот это понимание будет приходить сейчас ваша задача стоит понять как это работает и классифицировать эти параметры считывать по взгляду второе что должно происходить вызов потому что когда мы будем допустим джанга работать то мы будем работать с базой да и будем как я сказал потом выводить там надо вот есть 20 записи каждая запись имеет айди значит мы думаем по документации джанга что можно выйти по айди это определенный номер страницы да значит этот айди надо где то прописать ведь должна же функция узнать вот и мы прописываем айди хотя могли бы называть как по другому но мы называем логически то есть смотрите мы размышлять начинаем параметрами секунду вот живой пример чтоб вы понимали ой это мой код это как страшно как стыдно за этот код но это был первый код это давношный код смотрите почему вот мы сейчас изучаем я говорю мы знаем что это позиционные параметры вот у нас идет выбор категории то есть по сути дела сейчас не надо понимать джанга сейчас надо понимать суть ведь мы должны указать функции чтобы нам это отработало ведь если мы укажем просто здесь pk равно page id да ой ужас мне мне так стыдно ребят ну видно надо вы когда будете писать код и смотреть на свой код пройдет год-два будете говорить а не вы же ли это я писал боже мой ладно а как функция узнает ну попробуйте вы сделать вот давайте попробуем это сделать зачем мы изучаем смотрите вот у нас есть а плюс б плюс с ну давайте добавим плюс д дождите но ведь мы его нигде не объявили мы могли его как переменную объявить внутри функции да ну я понимаю да ну и давайте попробуем запустить код майн а б ц так стоп опять где-то я тут секунду а вот что пока придется закомментировать да сначала он пишет что не указаны позиционные аргументы хорошо я возьму сейчас пока сделаю так укажу 4 да аргумента ведь мы д добавили но его нигде не числится 3 а у нас 4 понимаете вот этот он не видит то есть зачем мы все это изучаем мы этим будем думать просто человек не понимает но я вам объясняю хорошо на этом примере нам надо вывести записи по айди иными словами по странице здесь код довольно простой очень простой что я делаю я вбиваю позиционный параметр который я называл страшным словом никогда не используйте русский только английские буквы и только английские слова не привыкайте к дурости page айди и теперь я пишу вот у меня переменная категория это моя таблица так называется категорию gt дальше это стандартный объект жанга дальше стандартный метод жанга get то есть запроси страницу и дальше я взял пк присвоил пк присвоил page айди да пк это тоже относится джанга стандартное стандартное обращение к страницам теперь функция выполнится почему потому что она относится к параметрам функции при этом если бы я сделал сделал вот так допустим page айди присвоил значение там строка это бы не сработало ведь в документации жанга написано написано следующим образом я сейчас не полезу там написано реквест а дальше написано документации пк я могу назвать как хочу но я четко понимаю что в документации прописано что излечение номера страницы да то есть пк я назвать могу как но один из параметров будет пока то есть номер страницы иными словами я его могу вбить только сюда я тогда и думаю если я хочу извлечь каждую категорию то мне надо добавить что ну для себя я это я мог бы по-другому написать page айди можно было просто пк написать это было бы проще и правильнее да на тот момент видно по умничать решил я вбиваю то что согласно документации то есть обращение к номеру страницы а тут себя просто пк присваив значение page айди и в любом случае джанга разберется уже и получается что моя переменная категория дальше вот эта таблица при помощи менеджера при помощи стандартного метода get то есть get это запрос видимый да как в браузере то что мы видим в браузере это и есть get запрос то что мы не видим в браузере вылетело слово ладно потом это в джанга и дальше я прописываю пк присвою значение page айди то есть теперь будет извлечена конкретная страница понимаете я этими параметрами думаю ну кроме этого я знаю что это позиционный параметр первый будет реквест он выполнится первым потому что он стоит первым уловили зачем это делать иными словами но сейчас вы новичок у вас это первый урок в первом видео мы изучили функции во втором видео мы я показываю принцип работы с функциями начало с функциями ребят хорошо мы говорим а мы это нам это не надо ну есть какие-то abc и черт с ними а тогда ребята чем вы будете думать а я вам говорю считывание параметров на автомате вы же хотите изучить язык в чем проблема новичка а в том что вам никто не сказал что делать босуновский скажет на автомате иными словами а как добиться на автомате ну напиши 10 функций бушер знай что это позиционные параметры 400 строк 200 и 400 строк кода по каждой теме я говорю писать писать будете кто прознает а то у меня пишут все кто хочет хорошо второе вызов функции это начало на автомате иными словами сам вызов функции как происходит ниже в коде мы пишем название функции и со скобочками давайте попробуем убрать скобочки и вызвать только сделаем так введем print это команда которая показывает нам результат сразу выводит по названию понятно print вы видите что мы сейчас увидели мы увидели что в памяти функция то есть когда без скобочек мы увидели вот она память ее адрес дальше мы разбираемся с пространством имен и так далее добавим скобки то есть появляется обращение к параметрам но это называется аргументы то есть то что при вызове функции передается функции называется аргументом передаются аргументы иными словами функция а принимает в данном случае 3 аргумента говорят 3 позиционных аргумента говорят а б ц функция принимает 3 позиционных аргумента передаются аргументы и сразу пишем 3 то есть мы что значит я говорю вызов функции на автомате я четко понимаю если я написал mine.fi mine.fun я посмотрел здесь параметры и что мне вызов я понимаю что мне надо передать два параметра так как третий указан по умолчанию если я ничего не передам он выведется я просто это знаю и вы это будете знать поэтому но я решил что я не буду передавать иными словами как большинство это не знают исключение исключение я ничего не передаю что я получаю я получаю исключение type error mine.fun missing 2 реквизит позиционных аргумент а и б все четко прописано ребят тогда скажите ведь это тоже вот это я говорю это и есть система изучения начала функций это надо знать то есть я прочитал но у меня у вас знаете когда такое может быть произойти когда вы с кем-то разговаривали по телефону пили кофе там читали книгу и писали код и просто упустили это возможно но чтобы вот так не глянуть в параметры и вызвать функцию а потом говорить что делать паника у новичка паника он уже извините меня все у него и он начинает что трясущимися руками пиздец у меня исключил у меня ошибка код не работает что делает новичок он вводит трясущими руками боже мой ведь он ему ж никто не сказал слушай ему ж никто не сказал что надо проходить функции что надо чему учиться то и вот что происходит вот это мы уберем потому что она будет майн искать да а ведем вот так это не смешно на самом деле ребят это грустно и что это нормально это нормально это люди которые проскочили функции им это не надо ребята алё а чем думать то будем как в автомобиле рассказывал вместо крутить руль фары протирать ну типа похоже так это неправильно таких исключений у вас быть не должно это говорит о том что нет понимания работы функций хорошо у меня вопрос что вы будете делать в классах там тоже работают те же исключения для методов а будем искать ошибки классов ребята это тоже неправильно есть есть обучение иван болсыновский говорит итак начинаем с функции начали значит что считали я должен передать обязательно два обязательных аргумента почему потому что я знаю что позиционные аргументы позиционные параметры требуют принимают обязательные позиционные аргументы иначе выдается исключение это надо посмотреть один раз если сложно ведь ничего нет ребят неужели что-то сложное сказал значит я могу их передать как хочу ну например там вот я написал уже строку пусть будет при помощи строк и и и ой так неудобно переключать здесь я пишу и все будет проверяем d а помните про d которую мы вставили его у нас нету здесь то есть его нет в параметрах значит он ничего не будет дальше мы будем изучать d присвоить значение мы могли сделать по-другому да d присвоить значение строка да теперь посмотрим теперь все отработало это пока убираем это нам не надо мы для примера говорили и все будет окей да как я и понимал то есть я передал два обязательных аргумента строкой буквочку и и строкой два слова все будет окей так как это по умолчанию я знаю когда идет знак присваивания и в параметрах что-то присваивается оно называется параметр по умолчанию если я его не передам то он и так отработает то есть выведет то что вбито по умолчанию и в результате я получаю слово и все будет окей я попробую ввести только один параметр что я получу вы уже знаете вы уже знаете я получу исключение type error что отсутствует один позиционный аргумент правда правда месяц 1 позиционный аргумент б ребят скажите это сложно это не сложно теперь мне к вам вопрос мне к вам вопрос давайте я сейчас вам покажу что вы уже кое-что знаете то что я второе рекомендую делать а есть такое понимание системы работы с кодом за которой мы найдем какая задача новичка писать код не ребята задача новичка это иметь систему работы с кодом вот она как научиться писать код легко то есть я здесь на примеры входа в класс рассказал как отрабатывать код и один из пунктов есть работать с проектами где учиться у Буфсновского не надо учиться как правильно код писать но есть люди которые это умеют делать очень круто например есть один из ведущих разработчиков Джанго который компетентен в любой части Джанго это Рассел Кейт Маги у него есть свои проекты давайте зайдем в проект Тога то есть смысл вообще его проекта он его развивает когда пишешь приложение на Python потом пакуешь в Android в Web как настольное одним кодом нам интересен исходный код мы перейдем мы перейдем с РС что вам это говорит это говорит что человек пишет на Java именно Java так обозначается а он хорошо пишет на Java то у него и будем учиться и таких ребят с Джанго как правильно писать код дальше смотрим ядро вот она Тога и берем Windows например файл ребят смотрите давайте мы посмотрим так тут у нас идут классы мы сейчас найдем о смотрим ведь мы вписали а здесь в классе но это просто метод а чем отличается функция от метода от тем что у метода в классе есть первый параметр сель все остальные все законы но мы только что с вами изучали прочитайте что это обозначает это обозначает два позиционных параметра при этом в классах есть маленькое оклонение что сельф передается автоматом значит мы должны что сделать передать а правильно значит мы сельфап присвоить значение а мы его используем да классы мы еще не изучали с вами мы будем изучать дальше но вопрос ведь вам это уже знакомо вы это считываете после извините меня 10 минутного урока согласитесь так то и знание оказывается оказывается то постижимы то программирование может надо объяснять уметь и правильно вести ага в том то и дело основное почему не получается писать код у большинства людей я скажу только одну причину вы скажете что ой человек гуманитарий или там у человека не ну это не для меня ребят да не получается по одной причине неправильно изучает язык должна быть система согласитесь вот мы сейчас с вами прошли короткий урок но оказывается мы залезли в профессиональный код до от Расселла Кейтамаги и тем не менее мы считали уже считали вот так писать и понимать сразу не потом когда-то смотрите код просто мы открыли здесь все на ООП но тем не менее это же методы это же те же функции все на методах методах то есть по принципу либо функции либо методы да значит все таки мы правильно изучаем ведь это основная задача дальше мы посмотрим по умолчанию используется здесь вот мы с вами знаем да пожалуйста да это метод мы в классах будем изучать но тем не менее id none title none позиция такая такая это размер 600 то есть мы опять уже первый код посмотрели мы его понимаем что указаны все параметры по умолчанию иными словами так как это открывается окно и мы сразу понимаем смысл позиция размер тубор и здесь мы учимся а чему мы учимся а я вас учу и говорю ребят а как обычно параметры а вот так это и удобно делать ну нет пока нет но надо указать либо конкретно когда знаешь размер это мы будем все изучать да к примеру давайте попробуем вывести со словом да с этим у нас не передан пока был поэтому мы допередаем один еще аргумент и что мы видим новое исключение CTR но но тип то СТР СТР попробуем все передалось то есть оно нам у нас же ведь не существовало типа нет его просто писали нет но это нам дает возможность какую классную а то что смотрите мы писали слова у нас не указано вообще что это что это строка или число мы указали ноны мы теперь можем использовать как хотим ну давайте попробуем передать пять пять и пять запустим пятнадцать по сути дела указав ничего мы использовали сейчас функцию и как строки и как числа и все работает если бы мы указали только строку то навряд ли у нас сейчас получилось пять 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 мы получим исключение почему потому что а не это ж питон это ж питон это ж пайтон абсолютно верно это если здесь мы передали как строка да тогда да тогда получим исключение а так как питон делает тогда да правильно нельзя целое число и строку сложить нельзя но это правильно нельзя сказать Вася плюс пять да это уже понятно ладно не будем отходить это первый пробный урок итак первый пробный урок заключается в следующем первая задача каждого изучающего это начиная с функции обратить внимание на три вещи на параметры в трех языках единственное все это надо делать в трех языках джейс джейс но сначала подведем итог итак ребята смотрите большинство людей начинают изучать языки с типов данных абсолютно верно человек который знаком с программированием это наверное было бы правильно но человек который новичок ему это ничего не дает он изучает изучает уже устал а у него крутится вопрос а когда же я буду писать а уже запутался потом дошел до функций проскочил их и в итоге получает типа этого он почему а ему не сказали парень или там девушка заостри внимание в первую очередь сейчас на полном серьезе говорю если раньше где-то я утрировал прошу не обижаться ведь это же на самом деле когда такие ошибки это на самом деле горько ребят их не должно быть заостри внимание на функциях ты ж посмотри в первую очередь открой ты код вот смотри открой код что ты видишь да это классы но везде здесь методы это те же функции методы методы то есть мы все делаем на методах так садись и рули как в машине не надо крутить колеса не надо если ты хочешь научиться водить а программируй научиться писать пиши бери и пиши писать должен сейчас не завтра не послезавтра не после трех месяцев изучили урок позиционные параметры и сразу смотрим мы понимаем зачем давайте еще раз да все просто ребят опять банально просто смотрите вот Russell Kate вот окно смотрите мы знаем что вот это уже по умолчанию то есть айди тайтл позиция название позиция размер toolbar и так далее и так далее то есть все просто он размышлял параметрами он подумал так мне надо окно тога программа которая создается из виджета вот он и представлял себе ага что я вобью в параметре окно взял да окно дальше он пошел давайте мы вот это все и дальше он пошел пошел айди окна то есть как его классифицировать да там 1 2 3 дальше пошел айди главный он не поставил айди в конце да он поставил айди вторым но это опять же можно менять так как это по умолчанию да дальше название позиция то есть человек открылось окно какая у нее должно быть позиция на экране размер как он должно быть по умолчанию и так далее то есть он размышлял он здесь не поставил допустим просто параметры обязательные да почему потому что это не надо ставить ведь не обязательно размер иметь 100 на 100 правильно можно иметь размер другой понимаете да он написал что это надо прописать то есть не существует возможно для чего он делал мы смотрели почему я говорю учиться надо на библиотеках не с книг а на библиотеках которые много лет я учу так своих ребят он может использовать здесь в айди как мы видели да раньше на примере и цифры и какие-то выражения из буков да разные то есть это без разницы ему развязывает руки title это может быть и цифра и название и строка и цифра и как хоть человек назовет согласитесь то есть он это учитывал он размышлял параметрами поэтому делаем вывод с функции надо изучать язык это правильно потому что мы увидели что все состоит из функции либо из методов именно так прописывается логика а если мы не знаем функции то ребят а что мы делаем в языке тогда ничего вы не сделаете ребята просто вам не сказали а я вам говорю начните с функций и ваша первая задача сейчас вот вы новичок вы увидели что функции в трех языках имеют одинаковую структуру для этого не надо знать программирование для этого не надо никакого пяти высших образований это надо просто один раз разобраться ключевое слово в каждом языке оно может быть разным название вы придумали параметры есть у всех вот когда мы будем сейчас разговаривать почему человек не пишет мы затронем этот вопрос потому что функция это база то есть она стоит именно так по-другому не стоит но база что такое определимся в следующем видео что и вы теперь вы теперь вот даже посмотрел эти видео вы понимаете что от вас требуется от вас требуется на первом этапе понять изучить параметры а мы их изучаем подробно мы их изучаем подробно изучаем три языка функции Python тотально функции Kotlin тотально функции DC тотально и дальше все у нас завязано на функциях на классах то есть но согласитесь согласитесь ведь проще тогда и вставить тип данных и писать уже логику но у нас будет куда прицепить функция это стержень ребята из нее если стоит так ее и надо изучать ваша задача возвращаемся считывание параметров вот ваш первый шаг на автомате да здесь мы разобрали только чуть-чуть как пробный урок позиционные параметры и передаются значит они обязательно им передаются аргументы да они требуют обязательно им передачи аргументов по взгляду вы должны научиться посмотрели нет знака равно значит это позиционный в Python дальше вызов функции вы уже сразу считали что здесь есть три параметра два из них обязательных один по умолчанию то есть вы уже точно заполните при вызове функции передадите два аргумента вы четко это понимаете и вы тогда не получите вот эту ошибку да и даже если вы отвлеклись там где-то подзабыли но если вы проделали как я говорил уроки и получаете вот это вот исключение то оно вам резко напоминается вы ее считываете вы уже знаете да вы считываете и знаете где-то пробел там упустил а плюс СТР да 5 5 С у нас СТР то есть пока мы это уберем здесь назначим число чтоб уже так сделать так сделать да просто исключение да опять оно выдалось да но мы не указали 2 да не указываем 2 указываем только 1 и мы получаем исключение но если мы раньше это проделали и проделали не один раз то мы прочитали и вспомнили один позиционный а понятно я знаю где смотреть то есть вызов функции на автомате посмотрели и знаете третье исключение исключение надо проработать ведь при вызове функции не так много там исключений мы в уроках все проработали самое интересное что вы четко понимаете вы когда переходите к языку программирования JavaScript вы понимаете что там тоже есть параметры только там они фактически можно указать другое когда сталкиваетесь с Kotlin вдруг начинаете понимать что там тоже позиционный именованный то есть все как в питон там взятость питон на него повлиял питон на другие языки то есть вы четко понимаете я это уже понимаю я это знаю да по другому записывается ребят скажите ведь так же вера появляется вера появляется что писать будете ведь я же сложного ничего не рассказал мы просто разобрали функцию а теперь отвечайте себе на вопрос да мы это пропустили мы изучали там типы данных через пень колоду не понимая дошли до функции проскакали потом начинаем получать ошибки ребят тогда вопрос задать себе а что я делаю в программировании и начинают а почему и не пишет год проходит код кое-как понимает писать не может но ведь вы пропустили главное получается а что мы будем делать хорошо что мы будем в языке то делать ребята что делать дальше пойдут классы функции чем мы будем думать так мы смотрите посмотрели урок и сейчас видим мы уже это считали вот оно письмо сразу вот оно программирование сразу не потом не завтра не послезавтра сейчас прошли понимаю вижу в коде вот такими шагами все и происходит именно так устроена школа ребят 11 лет обучения я уже больше 17 суток видео написал за все это 17 суток по 24 часа все видео 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 в двадцатом году полностью изменил систему это номер один система она крутая она понятная и четко понимаешь что писать будешь я хочу чтоб вы это поняли и классы найдем просто что делать ну вот ответьте на вопрос ну не знаем что такое параметры ну есть там нечто написано мы ими не размышляем а как мы будем программы строить чем будем размышлять я же вам показал вот он размышлял да что это вобью параметры это сделаю по умолчанию это нона это что тайтл он бы мог написать допустим если вбить сюда слово так что будет открываться слово а мне оно не надо он написал нет хочу назову цифры хочу словом я же размышляю теперь параметры при вас дальше я думаю позиция на окне ну пусть будет 100 оттуда 100 от края а то от того размеры там 640 на 480 для любых экранов то есть согласитесь но если этого не знать то чем будем размышлять о чем мы будем говорить в классах если мы азов не знаем вот отсюда начинается то что люди не могут писать не с той стороны подошли нет системы нет человека который бы подсказал изучай вот именно так так будет работать а потом пожалуйста пользуйся тебе удобно ты когда чуть пройдешь язык поймешь ты будешь четко да как справочник устроены все но тебе просто легче искать но изучение и пользование справочником разные вещи ведь на тип данных строка ты ничего не навернешь а вот на функцию ты к ней все все и будет естественно функции можно прицепить типы данных функции можно сделать какое-то действие да все стоит из функций то есть дальше ты начинаешь понимая функции просто развивать уже писать более сложные 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 действия переходишь в жанга в джинси пишешь там какие-то программы но ты постоянно просто как это правильно оттачиваешь мастерство потому что ты правильно вошел в язык и все становится на места все ребят да я не сказал спб теретут точка рух поэтому я не боюсь сказать что эта система обучения номер один она понятная действительно понятно действительно классная следующее видео мы рассмотрим причины почему у людей не получается писать код я вижу по крайней мере три причины основных в том что неудачно мы что неудачно